всем привет из солнечной греции с вами юля сегодня будет видео апокалипсис я решилась достать все свои начатые процессы вам показать переписать и может быть как-то настроиться на их завершение у меня было несколько несколько таких видео где были старты делала я несколько раз старты там весенние осенние вот и вот когда делаешь вот эти старты собираются очень много начатых начатых работ понятно что так быстро не вышиваешь как они начинаются и поэтому происходит накопление и зависание вот очень много я конечно же уже повышевала завершила последнее видео было снято у меня в 20 на январь 22 года ну вот прошло уже два года практически из тех 24 начатых работы я вышла 9 или 10 я вам оставлю видео если хотите можете пересмотреть вот и решила снять все-таки это видео сегодня конец все-таки года начала 24 года я буду знать сколько у меня начатых процессов и буду стараться их завершать вот ну конечно в новом году мне будут и новые старты без этого никак поэтому приступаю значит во первых покажу вам рулон в принципе вы уже видели этот рулон ну давайте еще раз для истории так сказать эти вышивки это то что у меня лежит поближе то с чем я работаю и то что в принципе может быть вышлица в двадцать четвертом году да и есть у меня еще вышивки которые в разных сумочках мешочках которые здесь нет и они немножко подзабыты вот такой вот у меня шился рулончик я начала шить потихоньку и знаете мое шитье мне очень помогает и какие-то работы оформляются и вообще мне понравилось шить очень хочется научиться петчворку ну пока у меня есть петчворка пока только одна работа сделана это я конечно же здесь дело кучу ошибок еще с ней намучилась ну как же начинать начин на начало она всегда такое вот мой рулончик красивый раз красивый здесь у меня накопилось так ну во первых вот как они у меня идут работа так мы их и будем смотреть фредерик литератор это эту работу я начала вот как раз в каких-то стартах потому что это был подарок и думаю лежит набор как же мне его вышить как его встроить в моей многочисленные процессы и так немножко нужно камеру настроить то я могу рассказывать показывать и будет плохо видно так мне кажется лучше вот лежит думаю набор подаренный как же мне его вышить и вот в каких-то таких вот стартах я его начала отвезла потом на работу на работе даже что-то там успела повышевать ну так как здесь много все-таки большой органайзер с нитками у меня точнее с иголками простите то конечно такую работу неудобно вышивать и на работе и я вернула домой дело пару подходов ну вот почти половина готова работа легкая вышивается на и 14 каунта что-то 20 на 30 сантиметров небольшой размер только крест и бэкстич поэтому работа легкой в принципе вот если сделать там три-четыре подхода даже там на пару дней не немного нужно то работа вышлется поэтому я конечно же надеюсь что следующем году я ее смогу завершить несмотря на то что процесс в общем-то дизайн очень старенький он известный всем его столько столько раз вышивали тем не менее очень красивый дизайн вышивается приятно нет никаких сложностей даже то что это темная основа и он смотрится хорошо всегда знаете набирает много лайков поддержки потому что ну-ка ты у dimensians особенно от чарльза высоцкий они такие классные что ну классика не надоедают вот так вот у меня на сейчас выглядит этот процесс и надеюсь что в следующем году концу года потихонечку в ротации я смогу завершить этого котика номер один наверное нужно как-то в уголке нумеровать процессы так процесс номер два здесь вставлю фотографии потому что нет у меня сейчас под рукой распечатки этот этот дизайн я по моему тоже года три назад начала но получается так потому что в видео на двадцать первый год она уже там этот дизайн уже там было до второго года значит я уже ему года три но если я найду информацию то я буду подписывать все видео это dimensians мать-земля тоже симпатичный дизайн эта сборка с оригинальными нитками dimensians но здесь какая проблема здесь какие-то цвета плохого качества они разлазиваются их нужно менять скорее всего буду менять на дмс я к этим ниткам очень хорошо отношусь и замене я думаю что несколько цветов ничего страшного не случится также была схема у меня скопирована очень плохого качества но мне прислали уже в саге девочки поделились благодарна всегда когда вот думаю благодарю поэтому сейчас все эмоции плохие у меня ушли забылись остался только процесс нужно будет просто сделать хорошую организацию сага есть сделать бэксич чтобы уже картинка проявилась чтобы было настроение и можно вышивать работа легкая вышиваться легко очень ярко обнасти такие кислотные здесь яркие цвета ну будет интересно поэтому тоже ставлю план пусть не завершить но я хочу ее хорошо повышевать не поработать то есть хотя бы взять и до половины выше да вот как то так ну я совмещаю сразу это видео и о планах начатоши и планы у меня идут вместе потому что ну как то так получается поэтому эта работа тоже в этом рулончике и в следующем году хочу ее повышевать здесь большой отрез вот такой вот аиды на угры большой кусок ну мне кажется должна получить симпатичная работа в общем посмотрим интересно очень очень интересно хочется взять ее и повышевать дальше это был совместник у бортальной вышивальщицы она любит такие всякие замысловатые дизайны перевернуть во первых вот и я тоже начала но у меня знаете у меня проблема с синим цветом я поняла вот зеленый кто-то жалуется на зеленый я зеленый вышиваю даже не устаю мне можно миллион этих зеленых оттенков вот как мой кастом крафт в моем дворике я не устаю от зеленых я устаю от одиночек а зеленым я бы шила и шила а вот синий несмотря на то что мне очень нравится дизайн с синим оттенком вышивать почему-то сложнее вот прям какой-то коллапс я сов тоже так шила плакалась но дошила здесь 44 процента но я думаю что я тоже дошью там осталось уже полегче этот дизайн также у меня есть саги там 44 45 процентов мне говорится что готова дизайн называется фестралы по гарри поттеру вот он фестрал вырисовывается вот он гарри вот она полуна здесь где-то ее кеды должны висеть еще наверное нет бы кола не дошила вот ну вот сейчас смотрю знаете есть правда желание повышевать я буду думать может быть я прям в январе вернусь к этому дизайну тоже немного продвину тем более что здесь по крестиком немного осталось много табак сича работа видите вот такая вся от бэкона вот дизайн мне нравится синие дизайны эти такой волшебный какой-то магический глубокий таинственный ну как все уголь у гарри поттера но вышивать конечно это это сложно может быть нужно было сделать разметку и тогда бы жизнь моя стала легче ну так вот видите процесс завис я шила в совместнике сколько смогла потом ну все вот не хватило сил но смотрится на равномерки классно примут газета я как-то выкладывала фотографию мне девочки сначала не поняту это газета потом эта вышивка да это вот так вот вышивка потрясающая разработка и если я это то стилю я еще что-нибудь обязательно возьму мне там нравится сама сова но она тоже в синих оттенках ну что делать вот эта карма называется нравится но не могу дальше следующий следующий это у нас реолис всем известный по климту поцелуй у меня есть материнская любовь вышита и соответственно в пару чтобы оформить мне нужно было вышить поцелуй от климта кто же наверно года три или четыре назад я уже не помню наверно три сделала я старт вот этот все дизайны стартов какой-то кусочек вышила отложила другие там дизайны пошли вот более интересные поэтому процесс завис ну шерстью я люблю вышивать здесь 14 кант шерсть вышивается прямо очень легко где смешение цветов вот такой я вышивала парковка чтобы крестики были красивы потому что знаете шерсть она при стирке потом не расправляется вот как вы вышили как он у вас лег корявый крестик так он останется имейте ввиду если кто-то еще не вышивал поэтому здесь конечно же запастись терпением и вышивать либо парковка какие-то участки с обязательно с наперстком с кин наперстком чтобы иголочка расправлять потому что есть участки где поленилась и вышивала по цветам их видно вот я вам покажу вот этот участок вот видите юля поленилась вот тут вышивала по цветам вот они кривые крестики вот где я вышивала парковка вот они смотрите какие красивые то все это конечно ну видно если маленький участок один где-то затерялся его не видно то если вся работа будет так вышиваться то конечно будет видно вот смотрите какие корявые видите ну так вот я замечаю поэтому вышиваю мою парковкой где есть такие участки где можно повышивать нитку вышиваю по цветам и когда идет часа смена не так нужно парковкой потому что работа оформится на нее смотреть любоваться уж надо постараться вот но и здесь у меня 50 процентов за исключением вот этого кусочка нужно его дошить и я хочу следующем году дошить это возможно и оформить у меня давно не было оформленных работ хочу немножко как-то изменить какую-то экспозицию себя дома повесить новые вышивки вот давно не была я в багетке поэтому очень очень хочется завершить здесь будет бисер я люблю шерсть и люблю климта люблю вот эти цвета яркие дорого богата поэтому ну вот в планах на завершение есть такое дело поэтому надо стараться и вышивать дизайн этого года тоже мне он очень нравится здесь мне иголка иголка она пусть будет иголка это dimensions величественный павлин ой ну какой же он красивый этот дизайн какой он как легко вышивается какой интересный давно он мне нравился этот павлин он снят с производства мне никогда не попадался я все так смотрела думаю ну подбором уже вышивать на вышивалась мы когда-нибудь если судьба значит выше не судьба значит не судьба ну что вы думаете судьба мне повезло его найти причем здесь в греции его купила у знакомой поэтому он вышивается я взялась в этом году чуть-чуть его повышевала но на половину я бы вышила и вот смотрю хочется прям вернуться к этому дизайну очень и очень он не нравится вышивается так приятно вот поэтому в планах тоже на следующий год 50 процентов но вот тут нет баксича поэтому нужно будет следующий подход начинать именно с баксича прям хвост вазу все нужно будет дошить внизу у меня готов баксич и французские узелки я люблю это дело бы все здесь очень-очень легкий прямо очень легкий поэтому здесь я на дименшинс не ругалась за баксич можно ругаться только анкор и бацилла наверное но он корнер на всех перещеголял по поводу бека а дименшинс это все очень просто вот такая красивая работа люблю аиду вначале попробовала на равномерке вышивать как-то хлипко мне не понравился аида это знаете как хорошая ткань будет все держать хорошо прям вот как я люблю крепенько еще дименшинс начинала в этом году в январе и думала что к новому году дошью а не тут то было не дошила год был вообще такой тяжелый конечно но не будем сейчас в этом видео вот это дименшинс это у нас ангел рождества простая серия не gold коллекция но этот ангел он очень красивый здесь такая шикарная юбка вышивается с таким настроением так классно у меня кстати почти здесь 50 процентов вот чуть-чуть еще где-то тут дошить кусочек вот 50 процентов вот юбка вышита впереди еще нужно вышивать самого ангела не показываю вам этикетки придется вставлять везде картинки еще будет впереди конечно ангел крылья там тоже голуби вся красота вот и тут нужно тоже вышить много бэк-ститч и поэтому также следующий подход у меня начинается с бэк-ститч а выкладную нить я буду оставлять на потом а вот бэк-ститч нужно будет сразу вышивать чтобы потом не было горько и тяжко и здесь у меня родная аида 18 каунта тоже рада что я ее оставила смотрела и на равномерки на иди на иди мне ну как бы знаете я не видел особо какой-то для себя разницы я иду люблю оказывается она ткань такая плотненькая и хорошенькая хорошо держит всю форму 18-кан дырок не видно если бы это было аида 14 каута белая бы ее заменяла да там уже конечно видны могут как-то так бросается глаза а 18 каут все очень даже хорошо и прекрасно вот покажу немножко поближе как у меня здесь немножко есть бэк-ститч к кординга вот так вот такие ленточки вот здесь вот будет кординг видите эти бубенчики вот все это будет обшиваться голуби здесь еще не видно потому что нет бэк-ститч а очень очень красивое сочетание цветов красные зеленые все такое яркое это клетка очень красиво есть такие вот тоже цветочки красивые ну очень очень красивый ангел на ангелов я подсела у меня выше то уже два вот этот вот третий вышивается и есть еще в коллекции парочку я вам показывала рассказывала уже не буду сейчас об ангелах смысл в том что нужно следующем году дошить и я думаю что я прям поставлю его в январе вернусь поездки такая вся прям голодная до крестиков и как возьму его и еще в продолжение зимы но у нас зима на самом деле только началась и вообще на зима начинается после рождества у нас на рождество обычно даже в холодную зиму плюс 20 22 градуса мы всегда ходим пить кофе к акрополю вот холодная зима у нас начинается в январь февраль ну еще и марта вот такое какое-то смещение происходит мне кажется везде сейчас во всем мире происходит такое смещение зимы но у нас она очень отчетливо чувствуется поэтому я думаю что в январе когда будет холодной и вот так как-то по-зимнему еще будут остатки рождественских праздников настроения буду дошивать моего ангела может быть там январь-февраль и дошью как-то чтобы не марафонить в перемешку с другими процессами вот так посмотрели еще в этом рулоне у меня миробилия который к сожалению тоже залежалась мне очень стыдно что она залежалась к тому что к тому же что это подарок поэтому мне нужно в следующем году ее дошить так дошить миробилию дело непростое здесь у нас во-первых 16 каунт здесь равномерка нужно считать переплетение глаза у меня уже быстро устают от таких дел может быть нужно лупу поставить у меня есть такое дело вот здесь мне процентов наверное 35 может быть до 40 не дотянула я но от половина будет где-то вот здесь ну чтобы дошить до половины если не ошибаюсь то ли тут то ли тут по кресикам тут тысяч много поэтому конечно трудоемкая вот но я думаю что концу года если постараться то можно ее пусть даже не завершить полностью но хотя бы уже дошить до такого хорошего состояния чтобы там может быть оставалось совсем чуть-чуть но я конечно планирую и плотно заняться она мне очень очень нравится мне нравится здесь цветовая гамма основа у меня не по ключу свою основу взяла но мне нравится сочетание на получается знать такая летняя природные оттенки очень весенние вот весной да я всегда вспоминаю об этом миробили потому что она не напоминает цветы до цветочное поле какие-то такие вот здесь красивые нитки используются оттенки и конечно же хочется ее вышивать уже скучаю это вот мои все процессы мы сейчас смотрим которые они у меня любимые я по ним скучаю очень шикарно смотрится конечно мелкий каунт миробили я вышиваю не пяти там и крестиком потому что глаза берегу глаза конечно мои уже начинают уставать по столько часов вышивать каждый день и надо их беречь вот мне нравится в принципе миробили которые тоже крестиком все красиво смотрится но красивая но шикарная но не оторваться так хочется не знаю за что схватиться то ли за ангела то ли за миробилию то еще за что-то но шикарная шикарная так бегу несу еще процессы так это мы в принципе смотрим еще с вами в общем-то текущие процессы да вот недавно я вам показывала также кастом крафт в моем дворике размер 49 5 на 35 и 6 сантиметров такая большая работа давно я ее начала мучила мучила и так как у меня не было саги то работа у меня слабо продвигалась вот но как сага появилась и за это я благодарна брутальная вышивальщица на делать перенабор работа пошла 45 процентов это просто невероятно мне 45 процентов самая сложная вышита поэтому у меня теперь открывается второе дыхание путь вперед и я надеюсь что в следующем году я обязательно смогу ее завершить может быть так я конечно очень сильное заявление сделала прямо на финиш ну кто его знает там может быть и получится но по крайней мере я хочу очень хорошо ее продвинуть я думаю что у меня может и получиться и финиш осталось тут тысячи сколько там 53 тысячи по моему всего ну где-то получается 27 наверное где-то у меня стал 28 уже не было смотреть сагу ну в общем-то посильный труд к тому что к тому же что остаются уже легкие участки поэтому но будем амбициозные планы ставить пусть завершится к следующему новому году как раз к зиме к праздникам может быть и будет финиш шишки здесь потрясающе вот эти вот шишки они я не знаю они никого не могут оставить равнодушными не такие живые такие натуральные эти вот елки хвоя прям не так нравится вот этот зеленый цвет ни капельки не устала могу вышивать и и дальше зеленым цветом все мне очень очень нравится вот ну что к сам крафт отправляется в сторону и приходит у нас еще одна работа не вышивка крестом но тоже но тоже вышивка харданкер моя дорожка начала в феврале этого года и у меня половина работы даже чуть чуть побольше уже готова размер работы 150 на 50 сантиметров вышиваю я по краю вот у меня по кругу такой вот рисунок такие вот глазки получаются видите уголки вот такие красивые ажурные вот и все вот так вот по кругу по идет вот такой вот рисунок один и тот же просто повторяется рисунок я уже выучила наизусть хардангер я очень полюбила мне понравилась эта техника вещи получаются практичные очень красивые и вышивки можно использовать и просто хардангер делать и сочетать с крестиком ну в общем здесь полет фантазии просто крестик конечно уже немножко мне скучно мне хочется каких-то новых интересных свершений пошить что-то сделать какую-то прикладную вещь вот как вот этот вот фартук да он мне очень очень нравится и на рабочем столе закрывает швейную машину я любовь и вышивка и вот тут вот у меня все мои рукоделки вот и также мне есть дорожка вышитая я и пользуюсь вот целый год практически там я ее не убираю постирал опять она у меня на моем комоде любимом и мужу она очень понравилась вот и захотелось мне в хардангере что-то поинтереснее поэтому появилась вот эта дорожка она у меня уже на финишной прямой ну конечно есть еще много работы я надеюсь что к марту месяца к весне я себе сделаю подарок и украшу комод новой дорожкой и начну потом что-то еще вот поэтому процесс есть идет и в следующем году надеюсь что смогу завершить вот такие вот здесь новости ну что это все то что по текущим процессом то что я в этом году брала вышивала продвигала но есть у меня еще в закромах процессы которые тоже в каких-то стартах я поначинала в горячке как говорится да петух меня клюнул пару крестика сделала и убрала и вот эти процесс они лежат томятся ждут своей очереди думаю вышиваться будут еще не один год потому что будут у меня и новые старты следующем году и вот те работы которые вам показала там тоже мне много всего хочется завершить и оформите пользоваться радоваться поэтому ну вот прям даже не знаю что делать руки две времени мало вышивать хочется здесь у меня хранится очень интересный дизайн кстати сумочка видите это у меня была такая вышивка красивая рукодельные забавы что ли называются да давно вышла маленькая лежала думал кубку куда тебя ну что с тобой сделать и придумала вот такую вот сумочку мне она так нравится яркая сочная очень компактная вообще мне понравилось шить оформлять какие-то вещи поэтому если у нас тут картинка нет картинки нет картинки как же так нет картинки а где картинка вот где картинка юля с такой куча дизайнов ну ставлю вам значит в кадр картинку девочки дизайн здесь прекрасный так зацепились за органайзер так 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 все плохо надо большого органайзера вытащить неправильно я поступаю органайзером это колючий так вот видите тоже куча иголок куча иголок куча ниток и так вот он дизайн чуть надо спялить снять и вообще-то нужно его в мой рулон переложить под утюжить чтобы он был уже получше там вот какая у меня здесь есть красота это анкор называется по моему высоковедение сложный дизайн но анкоры они все всегда сложные у анкоров легкого ничего не бывает имейте ввиду вот но дизайн конечно шикарный как же так почему нет картинки очень подозрительно но картинки нет искала искала не нашла картинку но где то она есть точно ну просто сейчас перебирать прям все коробки я не уверена что я быстро найду а хочу быстренько снять потому что очень много дел и так анкор востоковедение заменила я аиду на равномерку очень только приятный красивый цвет мне нравится и здесь вот чем славен славится анкор тем что очень много используется три четвертых креста дробный крест подробный полукрест и очень подробный бэкстич вот чтобы вышить вот эту полочку я конечно здесь очень долго пыхтела карпела нужно здесь максимум терпения и усидчивости все это не видно на камеру но если присмотреться вот 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 эти вот все кружочки они все состоят из четверти ночи чтобы вот передать именно резьбу по дереву какую-то изящность вот они видите вот они вот они все тут везде четвертинки конечно это не для слабонервных вот поверьте мне так вот здесь вышивается легко и ваза тоже вышивается сложно абэкстич там вам даже не передать что будет но дизайн шикарный и я о нем давно мечтала и нужно его вышивать поэтому нужно сейчас его погладить расправить положить в рулон буду открывать свой рулон смотреть на дизайн и вдохновляться и так будет вышиваться так лежит в красивой сумочке я не открываю понимаете руки не доходят открыл рулона есть еще и вот такая работа ее нужно повышевать поэтому в рулон переорганизация как-то себя нужно подбодрить чтобы потихоньку двигать процесс и выщется конечно не вышлется но хотя бы что-то повышевать продвинуть я думаю что нужно обязательно очень интересный дизайн и нельзя его забрасывать поэтому вот такая еще красота есть такая мне здесь организация куча схем вот видите иголки все нужно это все привести в порядок еще один дизайн который есть процессе и но показать вам не могу потому что он на работе поэтому ставлю фотографию сейчас положу для картинки хотя бы обложку но также вставлю в фото на фото процесса что у меня находится на работе я иногда люблю экспериментировать покупать какие-то вот такие вот дизайны где частично вышивка какая-то гладь какие-то там стежки вот что-то такое старенькая простенькая и интересная иногда получаться очень интересные наборы находить иногда бывают и провалы да потому что не знаю что покупаешь ну вот в частности с этой лошадка у меня я думаю провал хотя может быть когда вышлица и когда я оформлю хочу оформить в красивую подушку с кружевами такую прямогу я думаю что может быть эта работа себя покажет по другому вот в чем здесь проблема в том что здесь не то что здесь просто вот нужно заполнять вот такие вот печатные участки до крестиком либо гладью какими-то стежками а то что получается вот так вот размыто вот так размыто как показано картинки так получается и мне это не очень нравится мы тоже привыкли к более детальной красивой проработки а вот к таким вещам мы не привыкли вот поэтому мне режет глаз но целом я думаю издалека все это оформить сделать будет красиво смотреться интересно по-своему как-то наверное романтично да потому что такая примитивная вышивка вот вышивая на работе процесс идет очень и очень медленно потому что ну там когда никогда бывает нитку 2 вышью обычно вечером если мужа жду то я могу там что-то повышевать вот поэтому чтобы мне не скучать не грустить я могу взять и вышить нитку 2 вот так вот он у меня там и лежит потихоньку вышивается я там даже сделала коучинг на седле вот продвигается процесс каких-то особых планов не ставлю но он есть будет вышиваться будет продвигаться и надеюсь что когда-нибудь хватит сил у меня оформите этот дизайн вот так ой я встречу я нашла картинку от анкора ну молодец или вот такая красота должна получиться вы видите это же очень красивый дизайн правда как он шикарный я про него забыла надо срочно брать в процесс и вышивать и вазу и база посмотрите здесь что меня ждет да и у меня есть парный дизайн к этому ну я вот обсчитаю парный потому что это как ауди меншин с мини голды он коры есть вот такие небольшие дизайны они размером что-то там 15 на 15 либо по размер где те размер 25 на 25 сантиметров но не совсем ты маленькая работа и с учетом сложности непростая ну надо брать в отшив надо вот поэтому поэтому будем мы с вами как-то вышивать все это в следующем году несу следующую партию так принесла еще партию вышивок ну вроде бы все собрала конечно еще нужно будет проверить посмотреть и так очень интересный дизайн сэмплер ков купила очень очень давно прям очень давно все мечтала начать но что-то меня постоянно останавливало дизайнов у меня начатыши много может быть поэтому у меня есть какой-то тормоз я хочу что-то начать но не решаюсь и в общем и нитки здесь я искала все подключу шелковые дорогущие красивущие интересные нитки все нашла все сделала вот но в какой-то момент я думаю юль ну работ все равно много пока я их вышью дошью что же этому сэмплеру ждать еще 10 лет хочется хоть попробовать потихоньку буду вышивать и взяла в работу сделала первый подход во первых я заменила на аиду потому что вышивать на белфасте на черном это очень сложно я вышивала на коричневом белфасте невесту там переплетение такие знаете как волнами идут не так как у линды на линде можно вышивать а в белфаста такие переплетения как волны и отблескивает их не видно эти дырочки переплетения глазам очень тяжело и я подумала что на аиде вот для аиды конечно эти шелковые ниточки тоненькие они слабенькие это их наверное немножко перетирает но вышивать легче в принципе черная основа здесь ничего не просвечивается никаких дырочек поэтому проблем с тем что как это будет смотреться нет единственное что конечно ниточки тяжело она перетирается от аиды да нужно как-то аккуратнее с ней если ее выпарывать у напрям вся раз слазится наверно поэтому вот но вышивается легко вышивается в одну ниточку крестом рисунок простой эти сэмплеры они вообще потрясающие тем что их можно брать и раскладывать на дорожку вот любой бери в узор вот вон бордюр что-то еще совмещая вот тебе и дорожка дело свою цветовую гамму просто полет фантазии потрясающий поэтому эти сэмплеры от сэмплер ков я их очень очень за это люблю что просто в них кладезь идей у меня здесь самое самое начало организация вот такая у меня не затейливая тут у меня моя без корню работает парковщиком для игл но не так здесь немного поэтому здесь не нужно какой-то особой информации и вот такие вот ниточки я специально вот такие процессы интересные заморские купила вот такие бобинки в виде зайцев мне хотелось чего-то интересного как какого-то разнообразия у них есть там еще с пчелками разный но я пока купила зайцев почему-то мне зайцы очень понравились и здесь есть два отделения можно и сюда и сюда вешать нитки вот здесь подписываются номер значок и вот она это ниточка ниточки шелковые такие тоненькие легкие воздушные цвета красивые эти оттенки голубого мой любимый цвет и красивый здесь горчичный и вот такой вот бежевый два цвета красивые молочные какие цвета такие вот такая вот красота есть еще тут нитки в запасе здесь у меня ниток на два сэмплера и дизайна здесь схема тоже 2 они похожи я взяла самый большой вышить ну а этот не знаю буду ли вышивать или нет но мне здесь нравится то что можно опять же брать вот прям бордюр можно свой придумывать вот можно взять к примеру вот низ такой плюс вот так и по кругу дорожки пустить какая будет красота нитки взять перле катон вышивать в одну нитку крестик меланжем каким-нибудь ой будет просто загляденье вот такие вот здесь красивые закордюлинг и красивый дизайн буду обязательно его вышивать в следующем году видите у меня их уже штук 30 я все буду вышивать и все хочу завершить ну вот как то так как у всех так такой процесс дальше 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 есть еще у меня вот вот что сначала покажу вот это если я не выше в следующем году девочки поругайте меня можете прям напомнить свою для ты обещала вышить скатерть и мне будет стыдно и я тогда скажу точно я возьму и буду ее вышивать сто лет назад купила по моему в 2018 год купила этот набор и сразу начала представлять сколько лет он лежит вот мне уже собой стыдно поругайте меня еще в комментариях чтобы не было еще больше стыдно шикарная скатерть розы тут такие красивые но ну красота но это же милота вот по моему 80 на 80 сантиметров правильно 80 на 80 сантиметров это вервака у вервака очень шикарная линейка именно скатерть и дорожек и с печатным крестом из беспечатного креста вот какая красота у меня что творится юля как тебе не стыдно ставить магниты с иголками да вот и у них шикарная линейка не их дизайны нравятся и я с ними сотрудничаю ну покупала до сотрудничества а сейчас я с ними сотрудничаю иногда привожу набор ланарта и вервака вот материалы у них потрясающие все очень красиво вот у меня начало здесь что мне не понравилось да здесь вот этот вставка по кругу здесь вот видите у нас как равномерка идет очень плотно а здесь где вышивать 10 каунт и рыхлая основа и вот я когда начала мне как-то было сложно вышивать на рыхлой 10 основе причем я старалась сделать какую-то приличную изнанку но нам не получилось вот и я отложила до лучших времен как-то набраться какого-то опыта как-то что-то научиться делать более красивую изнанку вот поэтому мне конечно же вот так заглядываю можно вам показывать или нет ну листочки более-менее конечно изнанка у меня тут не очень-то красивая ну ладно покажу какая страшная жуть вот поэтому конечно же нужно вышивать сделать во-первых хорошую организацию я думала что буду вышивать там как-то вот так вот в промежутках как хардангер да можно взять чуть повышевать нет тут так нельзя нужно хорошая организация натяжка и вышивать правильной изнанкой аккуратно и чтобы не было перетяжек но здесь такой дизайн знаете не плавные есть переходы нужно как-то в общем нужно продумывать ход и аккуратно вышивать красивой изнанкой и так чтобы не терять и красоту крестиков потому что из-за этой мягкой основы крестики тоже не очень хорошо ложатся поэтому процесс завис но наверное нужно прямо вот его достать и поставить себе на рабочий стол чтобы весной когда я завершу свой хардангер перед тем как начать новую дорожку нужно завершить вот эту вот скатерть это не мечтаю давно и у меня еще одна есть скатерть купленная лежит такая же шикарная ну вот нужно все тогда делать в общем нужно нужно хорошая организация планирования времени то я расслабилась и у меня процессы вот так вот скопились а этот дизайн это скатерть это будет вещать там можно этим пользоваться красиво праздничную какую-то стол застелить вот так вот скатертью да но это же шикарно кстати вот в греции в деревнях очень-очень раньше много вышивали вышивали именно прикладной вышивки скатерти дорожки сейчас вышивают но в основном уже поколение такого взрослого молодежь мало вышивает а раньше это прям было в обязательном порядке всех девочек усадить на на стульчик и заставить вышивать какую-нибудь такую красоту поэтому в деревнях очень много постельного решили и очень много этих штор ручной работы решили я это видела со своими глазами все это такая тонкая работа с катерти и крестиком и хардангером и решили нет хардангера нет решили и делают в основном крестик вот ну и просто селят сверху прозрачная такая знаете клеенка потому что кухня да все же то пятна чтобы не было и вот это расшитые скатерти большие и сверху вот ну просто прозрачная клеенка чтобы не просто все это видно все это все всем этим пользуются вот мне конечно это очень нравится всякие такие красивые ручные вещи прикладные не сейчас до сих пор делают есть такая мода на свадьбу допустим дарят ручное постельная с решили едко что это очень дорого есть какие-то вышивки делают шелком на скатерти ну а 400 евро конечно работа много я не знаю и нитки дорогие даже 400 это будет мало ну вот есть 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 работают есть делаю такие дорогие подарки в основном на свадьбу крик крестбины делаю такие вот шикарные подарки вот но мы как сами рукодельницы тоже нужно научиться не просто картины вышивать тоже делать что-то для дома вот у меня есть такая как бы задумка тоже что-то вот себе потихонечку делать потому что картины все не повешаешь в рулоне они лежат тоже кто их видит а вот какие такие вещи они не хочется иметь их в обиходе да вот поэтому да вот смотрю цвета красивы и в этом году хотела я вышивать но не случилось поэтому 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 в примут откладываю и будем следующем году вышивать нитки у меня здесь вот так такой нехитрый органайзер не так много нитки дмс шикарные красивые поэтому нужно будет взять себя в руки и вышить эту красивую скатерть обязательно как раз научиться нужно вышивать идеально изнанка поставить себе на следующий год вот такой вот вызов дам личный вышить хорошая красивая изнанка пусть прям не идеально но хорошая красивая изнанка вот такую шикарную скатерть вот мне поставьте лайк итак следующий дизайн дизайн неудача сейчас объясню что да почему это у нас рт о мельница вот такой вот маленький красивый дизайн очень мне нравятся такие пейзажи что мне здесь не понравилось мне не понравилось мне не понравилось жутко конечно это основа в принципе крестики ложатся красиво можно победить себя и продолжать вышивать но почему-то вот не знаю не захотелось мне вышивать на это иди и я отложила на самом вот на самом самом начальном этапе хотя вышивать тут совсем-то и нечего маленькая работа может быть нужно ее но если постирать она совсем разлезется не люблю плохую основу вот если у меня плохая основа какая-то я прям вот себя мучаю может быть нужно заменить на линду сделать рестарт и заново вышить прям тут дырка какая-то образовалась ну чтоб магнита в общем я думаю и знаете вот вышивка на таких плохих аидах и плохо держится я свою бескорню вышитую на аиде когда переделывала переделать было тяжело потому что она прям рыхлая рассыпается никакая лучше уже как говорится раскошелиться купить хорошую цвайгард которая держится выдерживает года и вышивать и чтобы работа была не выброшенная ну в общем в мельнице это есть в приоритет и и не ставлю не знаю буду ее брать не буду ее брать нужно делать рестарт переорганизацию что-то с ней делать и буду думать в общем просто показала есть такое дело что с ней будет я дальше не знаю дальше вот попалась мне обложка покажу обложку потому что особо больше показывать там нечего купила вот такой набор от алланты икона богородицы захотелось мне повышевать бисером но здесь дизайн здесь не простой здесь много нужно вышивать этой ниткой прозрачной как она называется мононитью вот раз и во вторых прям на старте у меня вот здесь есть в начале бусины белые они пластиковые они плохого качества слипшиеся краска с них слазит и меня это очень сильно прямо обломало я сделала подготовку разобрала бисер но в общем-то ничего не вышло потому что нужно менять мне эти бусины вышивать ими мне кажется это очень плохо потому что они все равно облезут и вот представьте вышить огромную работу оформить и постепенно смотреть как под рамкой и под стеклом облазят эти бусины нужно их менять пока руки у меня к этому не дошли чтобы посидеть разобраться заменить вот ну икона будет красиво здесь очень красивые цветовая гамма красивый там бисер чешский но бусины точно не чешские бусины просто пластиковые китайские самые такие которые облазят тут они прям сразу в пакете и облазят поэтому это нужно что-то делать менять можно конечно начать с другого какого-то угла повышивать и потом уже поменять бусины ну не знаю я бисером давно не вышивала очень сильно соскучилась думаю что может быть взять попробовать вышивать какой-то другой участок и потом уже сделать окантовку придумать как в общем показываю вам саму обложку потому что ткань нет смысла показывать там ничего не вышито размер работы кстати большой 29 на 35 сантиметров будет такая большая работа серьезная ну посмотрим будет настроение что-то повышеваю нет у меня очень много других планов идем дальше теперь пошли страшные долгострои страшный потому что не потому что они страшные просто потому что не не пошли у меня эти процессы я попробовала но так с ними ничего у меня и не случилось но смысле нет не случилось любви никакой здесь точно нужно будет вставлять вам картинку боже мой даже нельзя показывать эту изнанку это вышивая ru в раньше были популярные схемы разработки но схемы там очень специфические не все с ними могут справляться и особенно все кто начинают очень сильно испытывают трудности при вышивке вот это в поисках золото мне очень нравились эти дизайны и купила полностью набор с тканей с нитками со всеми приступила очень долго вышивала этот участок но это из сложных тоже участков вот в начале и вышивается в три нитки и так это полукрестом так это все это муторно сложно для меня это было неподъемно что вот очень много лет он уже лежит не я не знаю сколько лет 5 наверное лежит мне было интересно думаю купила такой набор нужно начать попробовать и вот как кастом крафт хотя есть электронная схема все равно не идет можно потому что очень жесткая аида bestex ее нужно постирать наверное чтобы все это смыло все это ушло все это постирать и как-то по-другому попробовать но может быть не в этом году опять же пусть лежит у меня нет на нее просто настроение как-то нет вдохновения нет настроения поэтому лежит может быть когда-нибудь посмотрим как пойдет и такие процессы которые вам показать которые просто начались и я не знаю что с ними делать вот следующий процесс я бы хотела следующем году его сделать потому что мне эта техника и фирма и набор очень нравится но я тут юля опять начудила со своими экспериментами а куда без них без экспериментов тоже никуда мне вот подарили вот такой набор чаривно мыть вот такие розы на черном ну просто потрясающий дизайн розы я такие еще никогда не делала а очень хочется ленты мне очень нравятся и тут в чем у меня загвоздка я тут сама себе придумала что мне нужен вот этот черный фон черный бархат долго никак не могла собраться съездить купить потом поехала купила стала значит все это сшить на бархате и поняла что я сглупила почему сейчас всем покажу расскажу как красота да вроде все нормально бери да и вышивая все как красиво шикарно смотрится но этот бархат он такой плотный он не колется и проколоть его и протащить ленту невозможно мне приходилось прорезать дырки прям ножницами потом эту дырку нужно зашивать вместе с лентой это не тот вариант так лентами не работается я конечно попробовала вот у меня уже одна выскочила тут я попробовала но это не тот вариант так ими не работается и я не хочу особенно когда большие розы нужно будет выкладывать и потом эти дырки резать побольше зашивать их что-то делать нет это нужно равномерка черная в наборе у нас была вот такая аида я даже уже обработала рыхленькая скорее всего вот они они знали что делали неправильно положили рыхлую основу чтобы она была податливая и пропускала иглу с большой лентой я побоялась как тут этих дырок светящихся я думаю что и подумала что как-то но нет не додумано но скорее всего додумано и когда это будет оформляться понятно что будет под ложкой ничего не будет видно да вот поэтому нужно брать либо вот эту дырочатую аиду либо равномерка мне есть хороший кусок был фаста и линда есть линда кстати тоже хорошо держит форму тоже можно на ней вышивать и и все это сделать вот конечно я тут мучилась мучилась но это плохая затея так не вышивается чтобы прям сидеть потом зашивать все эти дырки нет нет это это ошибка моя была вот набор здесь потрясающий здесь такие красивые ленты и так люблю ленты вышивать я пару раз вышивала мне очень понравилось и соответственно то бут роза вот такие соответственно хочется еще но нужно собраться с силами все это аккуратно еще раз подумать попробовать изучить может быть леточек никаких то не хватит но я тогда либо докуплю либо оттуда их придется снимать ну посмотрим ленты можно купить образец есть можно докупить ленты это не страшно вот все все есть все у нас есть все можно найти все можно купить вот лет и мне здесь конечно очень нравится этот дизайн ну что это будет у меня можно так сказать тоже мой личный вызов нужно взять и сделать дизайн шикарный будет интересный опыт научиться делать вот такие красивые розы из-за из-за лент будет что-то необычное интересное вот ну пока процесс я помню о нем не забываю но у меня нет пока знаете вот настроение чтобы сесть сконцентрироваться попробовать подобрать организовать и все это начинать делать это нужно настроить пока такого настроя у меня нет ну может быть летом летом работа у нас обычно мало можно будет дурака валять так и что еще но и остался у меня по моему еще один набор дизайн вообще древний заброшенный и честно я не знаю чего с ним делать скорее всего вышивать уже не буду расскажу почему на заре ютюба вышивального было интересно многие пробовали и мне захотелось попробовать нанесенку повышевать ну чтобы не мелочиться я сразу большой набор вот мне очень очень нравился тогда это уже даже картинку не найду это думы крафт утки мандаринки набор 60 на 50 ну и как же вам это показать вот как-то так ну вот как-то так утки мандаринки 60 на 50 огромный дизайн не так много вот такая красота и что я значит тут вот шила 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 вышила очень очень много но и потом пошла у нас другая тема на ютюбе другие дизайн и миробилии там ну много-много всего интересного и не потихоньку отложились отложились и вот так до сих пор лежат я их могу вышить потихоньку брать дошить тут уже как бы можно дошить но чего я буду с ними делать вот что меня останавливает сделать какую-то ну что сделать в картину точно вешать уже не буду это уже не моя тема сделать какой-то подушку одеяло я не знаю вот понимаете что мне теперь с ней делать а работа конечно здесь много просто так шить тоже же как бы времени своего жалко да просто дошить и сделать эффект вау когда смывается краска не знаю пишите может быть вы мне подскажете какую-то идею вот я вы из года в год вам уже показываю в начатышах но так идея какая-то и не пришла поэтому лежит как история может быть когда-нибудь что-то придумал но пока вот реально каких-то идей нет что делать с этим дизайном большой интересный красивый но просто у меня к нему пропал какой-то вот интерес практически хочется уже каких-то других вещей видите поэтому вкуса все равно меняются вначале мне казалось когда начинала вышивать что никогда в не изменится мои вкусы я все что я по начинал я вышью видите жизнь все равно диктует свои правила уже этот дизайн у меня вот лежит сколько лет вот так мешки с нитками все это лежит вот такие у меня здесь и такая история что я вам показала что не показала вроде бы все показала сейчас конечно посмотрю и подведем итоги так вернулась я то думала что я вам все показала но оказывается еще не все показала масштабы бедствия конечно у меня просто да такие гигантские так покажу вам вот этот дизайн просто потому что я уже как бы его показывала может быть кто-то пропустил будет интересоваться что и где это миробилия рождественское украшение ставлю фотографию фотографию картинку начинала тоже пару лет назад очень мне нравится дизайн и все знаете вот ну но хочется мне его выше думаю да хоть начну вот и здесь у меня 14 28 каунт равномерка и я подумала что это неправильно я сделала нужно сделать на 16 каунте основа я уже купила будет рестарт поэтому этот процесс у меня уходит вообще из списка потому что это будет рестарта будет новый процесс я еще вы не начинала это буду я распускать здесь большой кусок ткани покупала под ты гувернюр мне там нравится один дизайн ну позаимствовала под миробилия поэтому будут возвращаться все-таки это основа для ты гувернюр когда нибудь мне нужно ее тоже повышевать мечты и планы на то мы держимся так и идем теперь к начатышем которые я делала тоже какой-то старт летний старт и что ли дело тоже там с дуру по начинала кучу дизайнов которые теперь конечно тоже нужно как-то завершать здесь у меня есть такая шикарная красота место не такое такие словосочетания уже шикарная красота это ланарта серия романтик сара мун такая шикарная девушка у меня к ней есть и в пару на девушках забыла как она называется но есть парный набор вот вышивки здесь немного дизайн интерьерный очень красиво ланарта вообще они обложки ни о чем но как только вышишь оформлять только ланарта это вот интерьерная работа не так здесь немного потому что вышивка идет в одну нить этот дизайн нужно мне тоже переместить свой рулон чтобы его повышевать здесь есть небольшой тон на основе он такой легкий начала вышивать из центра поэтому здесь в общем-то ничего не понятно по моему это шея девушки из центра я да вот здесь я начала вот но вот так вот 16 компом или 18 очень мелко снова 20 на 30 сантиметров будет размер работы как я сказал вышивается в одну ниточку но потрясающий дизайн слушайте я вот открыла увидела и снова влюбилась понимаете вот лежат они там в мешках я их не вижу про них забываю а вот сейчас взяла в руки и уже хочу продвигать поэтому вот опять же повторюсь я сама для себя это говорю да что я наверно пути сделать себе этот рулон с начатышами и оттуда выбирать потихоньку вышивать процессы вот такой есть дизайн потрясающий шикарный классный он тоже есть еще один дизайн начатыш вот с этим у меня не сложились отношения потому что скорее всего это не мое просто не мой дизайн я попробовала хотела попробовать сетку очень многие вышивают а квалят я как-то не впечатлилась может быть не пришло время вот такой у меня есть наборчик где-то что-то покупала прихватом за недорого корзинка с розами от рогоблен но розы здесь красивые соседа но ничего не вышивала розы может быть я тоже к нему вернусь вот так вот посмотрю посмотрю на картинку вдохновлюсь влюблюсь и силы прибавятся до решила попробовать 15-20 сантиметров двадцать шесть цветов рогоблен 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 и вот такая маленькая сеточка такая маленькая малюсенькая видите меньше чем а4 да и такое начало конечно очень детально получается красиво нечего сказать меленько может поэтому меня как-то обломила но надо попробовать может быть будет очень красиво и я тоже полюблю сетку все надо пробовать чем пока этот процесс я не думаю что я там его буду скоро вышивать лежит лежит попробовала в такие планшетки не так столько видите ну посмотрим по настроению да по настроению может быть возьму хотя бы одно какое-то продвижение сделаю хотя у меня уже столько тут процессов еще хочется начать так а вот этот дизайн я о нем не забыла думаю постоянно он у меня думаю что вернется в ротацию я буду его вышивать так немножко нужно разгрузиться этот дизайн я буду вышивать в нем так нравится ну вот видите что я отвлекаюсь очень сильно и девочки тоже его помнят и спрашивать ну где мне же нужно дошить эту серию анкор вот такой вот дизайн с каналом тут все мое тут все про нас и прям с мужем мне здесь все нравится вот как не знаю как вам сказать как у себя дома конечно не 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 так дома мы не тут живем мы живем в афина в городе в мегаполисе можно так сказать ну не супер мегаполис но в тем не менее но почему-то мне это напоминает как-то нашу деревню вот видите тут парочку прогуливается тут вот лошадки у нас тоже такие кирпичные из домики хотя это англия это их каналы но тем не менее тут вот какие-то утки гуси и деревня так а мне все это нравится лошадки вот тут кафешка и и мы из кости приехали на выходные вот такая история вот тут что тут анкор тут тоже нужно терпение усидчивость здесь много три четвертых креста я начала на аиде она нужно было скорее всего вышивать на на равномерке потому что сложно идет на аиде нужно все это колоть ну получается красиво в принципе я все могу вышить и на и не можно то вышивать ну тоже много три четвертых креста сложновато нужно подумать может быть нужно не лениться лидж то а взять и сделать рестарт взять кусок на линды чтобы мне было комфортно какой тут у нас каун 16 начни линда сочную к этому рану 16 каунт ну да нет у меня такой основы поэтому будем колоться нет мураны такого цвета а здесь не зашитые участки другого цвета не возьмешь вот видите вот они белые ну ничего в общем дизайн шикарный поэтому тоже как-то его сейчас застану приведу в порядок и буду вышивать организация у меня здесь вот так там много добавочных ниток которые я еще не разрезала а организовала те что были они короткие кстати на вот такой вот органайзер вот видите сколько у меня процессов везде иголки поэтому иголок и не хватает вот так ну здесь у меня аккуратно организация можно будет только привести в порядок основу и вперед да это я думаю очень хочу надеяться на весну как раз весной будет интересно повышевать такой дизайн конечно финиша в этом году в следующем не случится но я буду стараться девочки буду стараться очень хочется очень хочется все таки его завершить у меня серия этих дизайнов вот анкор одна работа вышита два набора лежат поэтому поэтому будем вышивать есть еще у меня такой дизайн мне он очень нравится у меня два таких набора но тут мне нужно делать скорее всего точно рестарт на равномерку потому что здесь есть такие участки где вышивается по моему в одну ниточку тут тоже магниты оля круглые магниты потом еще и магниты вот так думаю где мои магниты все да хотя тут и вышито уже много ну можно в принципе и оставить на аиде можно не заморачиваться прям сильно но раз уже вышито надо наверное и шить на аиде это вервак аида здесь хорошая мягкая вот вервака тут такие звери вот из этих двух работ нужно сделать подушки большие шикарные красивые прям вот будет бомба я люблю подушки но у меня их мало у меня всего три штуки сделано пока подушек есть пару дизайнов которые я хочу сшить подушки но все хочу но как вы понимаете времени мало не хватает вот да и я думаю что ну буду думать может быть и нужно взять сделать рестарт уже не жадничать и вышить на равномерке будет интересней ах дизайн красивый он мне не разонравился ну подумаю вот эти вот сомнения да нет уж надо вышивать найди да и все не морочить себе голову и вам тоже на чем вышивать как вышивать берешь иголку нитки вышиваешь опять вернулась похожу похожу что то еще найду так во первых нашла вот такой вот дизайн который я начала но он у меня не пошел объясню почему я буду делать рестарт я долго думала что с ним делать и я решила что я да я сделаю рестарт сделаю подберу свой подбор материалов сделаю все по-своему потому что мне не нравится то что здесь материал мне не нравится так не могу найти картинку но она точно была точно была картинка я даже вот сейчас где-то видела не могу уже найти потому что столько всего достала придется вставлять картинку вам прям в кадр да это чайник от производителя зингана значит что мне здесь не понравилось а то что здесь очень рыхлая аида и тогда когда я делала я даже не додумала что нужно было ее проклеить хотя бы флизелином поэтому я когда стала собирать и я посмотрела что он мне собирается очень криво это будет такой страшный чайник я подумала что нет не буду я его дальше собирать этот страшный чайник мне не нравится то что получается хотя конечно я старалась все делать по инструкции но дело в том что дело в том что сама аида вот это вот такая рыхлая не позволяет делать правильные линии изгиба да ну по любому как то вот ну не получается когда сшиваешь получается вот такие вот какие-то штуки может быть когда бы это набилось оно бы было бы и неплохо но мне не нравится понимаете вот она шапочка она очень грубая таида и видите как получается ну может быть на камеру ничего но мне не нравится поэтому меня все это дело застопорило все эти недочеты вот и я хочу сделать что я хочу сделать вышить на линде на белой проклеить флизелином сделать красивую сборку чтобы меня эта игрушка вещь нравилась а не вот вот это вот что у меня получается может быть у меня конечно руки и еще те ну я думаю что это сама основа виновата потому что я говорила вам уже когда я разбирала свою без корню на такой же аиде бесток скорее всего какая-то такая рыхлая она не очень плоха в работе поэтому вот так вот получилось поэтому я все это отложила до лучших времен и я думаю что в следующем году тоже нужно будет переделать это чайник вышивки тут немного тут вышивается все видите ерунда можно взять какую-то красивую интересную основу равномерку можно не белую можно какую-то тонированную вышить этот рисунок и собрать уже с умом вот поэтому этот чайник я в принципе тоже в процессе запишу и в следующем году под настроение какую-то маленькую штучку я все-таки сделала ну тут у меня схема все это есть все это будем делать в следующем году и также я хочу уже включить в начатыши так как этот дизайн я буду начинать в этом году и чтобы он уже был у меня вписан в список дименшинс игрушки показывала вам во влоге но покажу в этом видео потому что это видео будет отправной точкой для работы с моими процессами и посмотрим надеюсь в следующем концу года мы уже получать в следующем году посмотрим какие у меня будут успехи получится не получится либо опять буду плакаться что времени мало ничего не получилось но хочется чтобы получить что-то пусть завершится что-то новое начнется это будет классно какие-то продвижения вот и так мы посмотрели с вами все мои начатые процессы оказалось у меня их не так много как я думала в пределах 20 я думала у меня уже там их 40-50 когда вот не заглядываешь и теряешь связь с процессами а так оказалось все в общем-то решаемо все можно вышить можно еще поначинать какие-то процессы у меня отменились а какие-то конечно же будут начинаться и вышиваться вот такую красоту я разложила чтобы мы немножечко еще раз все вместе окинули взглядом где-то сами вышивки где-то просто обложки чтобы можно было понять что за процесс пишите голосуйте какой процесс у вас любимый что вам больше всего нравится из этого ассортимента то что наберет больше голосов я возьму в работу на отшив на финиш и вот сейчас вам показываю смотрите custom crafts вот я его пытаюсь всегда снять то на телефон то на камеру со светом без света вот он не снимается с близкого расстояния а вот так издалека на телефон идеально передаются цвета вот нужно себе взять на заметку и наверное его показывать всегда как-то издалека настраиваться потому что новые телефоны, новые камеры и никак не могу разобраться со цветопередачей, со светом вроде бы снимаешь хорошо показывает потом начинаешь загружать, монтировать на ютюбе получается вообще другое нужно конечно учиться но вот custom crafts сейчас просто не оторвать своих глаз идеально передача цвета ну и все работы идеально сейчас передаются цвета вот с расстояния наверное когда я близко показываю они засвечиваются поэтому происходит вот это искажение поэтому нужно мне как-то 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 нужно учиться как правильно вам снимать и показывать вот они все мои процессы красивые где-то наполовину где-то совсем мало но тем не менее пишите какой процесс у вас в любимчиках будем вышивать надеюсь вы хорошо провели время повышевали тоже я вас немножко подбодрила своими процессами вот на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч всем пока пока так разобрала я процессы те которые у меня я достала с большого мешка который я давно не вышивала организовала вот в такую коробку чтобы я могла иметь к ним доступ смотреть вот какие-то тут скатерть свою поставила вот такая у меня здесь организация в этой сумочке у меня анкор нужно будет переорганизовать но пока нет времени здесь какие-то у меня нитки организация рулон с активными процессами мешок с тем что не вышивается пока по крайней мере так мой хардангер он у меня всегда в такой корзиночке вот я его беру вот так их потихонечку вышиваю но тут сумочки сейчас буду что-то организовывать вот потихоньку навожу порядок с процессами и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»